Дмитрий Маликов перевернул игру в Белграде. Музыкальный спектакль для детей и молодежи показали в Белгородской филармонии. В центре постановки извечный конфликт отцов и детей. По сценарию диджей-звезда знакомится с множеством великих композиторов и музыкальных стилей разных эпох, которые переворачивают ее представление о музыке. За развитием действий наблюдала и наша съемочная группа. Что это было? Это блюд? Я так и поняла, что... Что за ключик? Сейчас, сейчас, сейчас продолжим. Нет, это кристоф блюд. Композитор. Диджей-звезда – типичный современный подросток. Бунтарка, не признающая никакого мнения, кроме своего собственного. R&B, драм-н-бэйс, техно – это музыкальные стили, за рамки которых не выходят ни ее интересы, ни знания. Она убеждена, что классика давно устарела, а 18-й век совпал с эпохой динозавров. И Дмитрий Маликов станет проводником девушки по миру музыки. Познакомит ее с великими музыкальными деятелями – от Баха Бетховена и Моцарта до Майкла Джексона. Персонажи сами рассказывают о себе и своей жизни, о том, как непросто им давалось творчество. И стараются донести до девушки главную мысль – ничто не дается само собой. В музыке, как и в любом деле, самое главное – труд и ежедневная работа над собой. В семь лет я уже исполняю произведение собственного сочинения. Даже сам французский король от меня в восторге. Но папе и этого было мало. Едва мне исполнилось 15. Как он решает, что я, вооруженный командой Моцарта, должен стать членом Оваловской университетной Ахадемии. Создатели спектакля отмечают. Больше всего боялись сорваться на нравоучительный тон. Вся информация в постановке подана мягко и ненавязчиво. По ходу действия плавно и неуловимо меняется главная героиня. Меняется и зритель. Сейчас такое слово «эдютеймент». То есть это развлекательное образование или образовательное развлечение. Собственно говоря, в такой динамичной форме ребенок вместе с родителем, когда он приходит, или просто старшеклассник, он получает такую некую культурную, как мы называем это, прививку. И также он погружается во внутренний мир героини. Человек, который сходен с ним по возрасту, по менталитету. И человека, с кем я в беседах пытаюсь перевернуть как раз его сознание, чуть-чуть его развернуть в сторону духовности, культуры и просвещения. Главное, чего мы хотели добиться, это говорить с молодежью на одном языке. Народный артист России сам стал идейным вдохновителем и создателем спектакля. Это не первый его образовательный проект. Всего несколько лет назад он побывал во многих городах России, в том числе и в Белгороде, с проектом «Уроки музыки». Спектакль «Перевернуть игру» стал его логическим продолжением. Думаю, что все, кто попадут сегодня в зал, посмотрят на возможности современного и классического искусства новыми глазами и увидят, как нужно задумываться о том, как подготовить наше будущее поколение к восприятию классической музыки. Постановка эта не коммерческая. Билеты на нее распространялись бесплатно среди многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанников музыкальных школ. Работа над спектаклем длилась больше года. Дмитрий Маликов сам выступил и актером, и музыкантом. Вместе с ним в постановке задействованы ведущие артисты московских театров. «Хороший состав. Это люди, которые, с одной стороны, хорошо выполняют свою работу, с другой стороны, они прониклись темой просвещения, потому что это волнует каждого творческого человека, и у них тоже есть дети». Спектакль пришелся по вкусу белгородской публики. Были и слезы, и смех, и бурные овации. Путешествие о постановке по стране подходит к концу. Сегодня она побывает в Курске, затем Орле и Калуге. А далее вернется в Москву, где ее, наконец, увидит и столичный зритель. Ксения Семенова, Алина Борисенко, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.